Всем привет! В этой части мы добавим звуки, создадим событие вычета гранат и добавим возможность отмены броска. Открываем папку Sounds. Упорядочим файлы. Создадим папку для звуковых эффектов гранаты. По ссылке в описании скачиваем звуки. Для каждого файла создаем метку. Добавляем модулятор для рандомного изменения высоты тона. Заменяем звук взрыва гранаты. Заменяем файлы. Переходим к классу персонажа. В Weapon Graph создаем событие для вычитания гранат. Заменяем файлы. Если мы использовали все гранаты, то нам необходимо спрятать бокс из меню выбора оружия. Заменяем файлы. Заменяем файлы. Заменяем файлы. Отобразим процедуру вычитания. В функции Spawn Throw отобразим пополнение гранат. Переходим в Input Graph и добавляем событие вычитания гранаты. Заменяем файлы. Заменяем файлы. Добавим на сцене больше гранат, чтобы убедиться в том, что мы не можем брать больше установленного лимита. По числовым значениям переменной мы взяли 3 гранаты, но подобрать смогли больше. Откроем класс подбора предметов и исправим. Сейчас мы подобрали 3 гранаты и больше подобрать не можем. То, что игрок подбирает сразу несколько гранат, причиной того является столкновение коллизий предметов. Субтитры создавал DimaTorzok Также надо было убрать еще режим прицеливания при броске предметов. Перейдем в события АИМ. Здесь мы также больше не спрашиваем о том, имеется ли у нас топор. Сейчас мы отделим режим прицеливания. Приближать камеру мы будем только для огнестрела. И чтобы рука повторно не поднималась на момент отмены броска, мы остановим воспроизведение файла ThrowPauseAnim. Уберем сплайн. И разрешим бег. Запускаем сцену. Берем гранату. Зажимаем левую кнопку мыши и не отпуская жмем на правую, тем самым отменив процедуру броска. Угу. Вернемся в события Input Fire. Перед активацией таймера мы проведем валидацию. А также перед спауном гранаты в руке уточним. Активен ли сплайн в этот момент? Таким образом мы должны отменить отсчет времени до взрыва, как и сам спаун гранаты. Проделываем те же манипуляции с гранатой. Работает. Теперь давайте добавим еще два звука. При зажатии левой кнопкой мыши мы снимаем предохранительную чеку и условно говоря отпускаем зажим. Выбираем звук Reset Grenade Q. Здесь эту процедуру делаем через ноду последовательности. Сделаем небольшую задержку, чтобы синхронизировать момент анимации броска. Добавляем звук Troll Grenade Q. Продолжение следует... Проверим. 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 Откроем класс гранаты и изменим некоторое значение. Продолжение следует... Уберем у бота оружие. Так как эта игра будет довольно динамичной и требующей быстроты и реакции, я решил ослабить отскок и, условно скажем, увеличить притяжение. Потому что, если бросать гранаты с большого расстояния и уж тем более с высоты, то они будут иметь слишком большой отскок. В принципе, на этом моменте можно заканчивать очередной выпуск. Подписывайтесь на канал и телегу. Не забывайте написать комментарий и поставить лайк. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok